В Люберцах стартовала очередная медиа-неделя. Ежегодный проект, который объединяет журналистское сообщество городского округа, проходит уже в 16-й раз. В этом году в программе круглые столы, дни открытых дверей в редакциях СМИ и презентация нового издания. На первой встрече работали мои коллеги. Люберецкая организация действительно настоящая, живая. И благодаря именно вашей идее, Союз журналистов в Подмосковье уже 12 лет проводит медиа-неделю Подмосковья. И она во многих, в большинстве городских округов, сегодня стала заметным явлением. Медиа-неделя – детище Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья. Поэтому в городском округе она проходит не в 12-й, как в остальных округах столичного региона, а в 16-й раз. Открытое собрание членов общественной организации – неотъемлемая часть ежегодного проекта. Но на этот раз журналисты пригласили на встречу представителей власти. В повестке важный вопрос. Связанный с масштабным реформированием муниципальных СМИ. На мой взгляд, вот та реорганизация, которая идет, она не учитывает интересы информационного потребления или потребления информации граждан. Никогда в соцсетях не будет возможности формировать местную идентичность, так как это формирует краеведческие материалы, либо в газете, либо на местном телевидении. Вот у вас радио сохраняется, это правильно. Мнение Натальи Чернышовой разделили все присутствующие в современном обществе. Роль профессиональных СМИ неоценима. Все, что касается информационного сопровождения, всей работы, это необходимость. Тем более в нынешних условиях мы всегда говорим об этом. И на наших внутренних совещаниях, хотя органы местного самоуправления занимаются хозяйственной деятельностью. Но если мы не будем рассказывать о том, что мы делаем элементарно, где какая сеть будет заменена, если мы вовремя не дали информацию об аварии, если мы не расскажем о объекте, который строится, то, конечно же, об этом никто не узнает. Труд журналистов, он по факту является краеведческим и является писанием летописи нашей территории. И кроме нас с вами, эту летопись никто не напишет. На встрече обсудили пути выхода из сложившейся ситуации среди предложений открытия самостоятельных СМИ, а также создания коммерческого контента. Не бывает тупиковых ситуаций, надо просто вовремя, наверное, на это посмотреть и поискать где-то еще, да, выходить. Мы можем создавать школы продюсирования, почему бы нет. Контент на сегодняшний день производится в России в большом количестве и он востребован, потому что из-за рубежа контент уже не поступает. Вопросы сохранения муниципальных СМИ будут обсуждать на различных площадках, в том числе на фестивале современной журналистики и на внеочередном съезде Союза журналистов Подмосковья. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.